Здравствуйте! Сегодня наша последняя лекция из цикла «Секреты дизайна». В качестве, мне кажется, такого итога, всего вышесказанного, мы с вами как раз поговорим о тех нормах перепланировки, которые возможны по законодательству Российской Федерации. Безусловно, мы поговорили в нашем цикле об очень многом и о основных дизайнерских приемах, и о зонировании, и о том, как лучше, скажем, спланировать и разместить те или иные предметы интерьера, и о цвете, и о свете. И, наверное, сегодняшний ремонт уже далеко не тот, который делали владельцы квартир, скажем, 15-20 лет тому назад. Впрочем, он, как говорится, был косметический, да, и все, заканчивался обычно поклейкой новых обоев, ну, или там покупкой определенного количества новой мебели, ну, не более того, да. Сейчас большинство собственников жилья уже хотят как-то преобразовать свою квартиру, и все это сводится не только к видоизменению какого-то декора стен, но и к изменению планировки самого помещения. Но, к сожалению, не все знают, что делать можно, что нельзя, и, в общем-то, такие нарушения определенных норм перепланировки, они не всегда негативно сказываются только на владельца этого квартиры, но и в определенной степени они могут даже повредить и жителям соседних квартир. И чтобы не оказаться в таком неприятной ситуации, давайте мы с вами разберем основные положения норм перепланировки. Но надо сказать, что вот всевозможные реконструктивные работы с 1 марта 2005 года регламентирует новый ЖК РФ. Если у вас возникнет больше вопросов после нашей сегодняшней передачи, то я вам как раз советую открыть ЖК РФ и достаточно внимательно почитать там как раз главу, связанную с правовыми основаниями перепланировки и переустройства жилой площади. Но там достаточно четко говорено, что любые ремонтные, реконструктивные работы возможны лишь только после того, как МОЗ жилинспекции выдаст вам официальное разрешение определенного образца. Кстати говоря, вот все эти нормы регламентируют статья 25 ЖК РФ. И вот из этой статьи мы можем себе выяснить, что существует так называемые две категории перепланировки. Первая, она называется простая, которая согласовывается по эскизу. Но эскиз на самом деле это простой чертеж, то есть без каких-либо особо сложных разметок. И есть сложная перепланировка, которая уже влияет, ну, реконструктивные работы на фасад. И, скажем, для этого требуется уже изготавливать техническое заключение и даже необходимо обследование несущих конструкции здания. В общем-то, наверное, большинство из современных владельцев квартир все-таки делают простую перепланировку. Ну, простая перепланировка заключается в том, что сносится, либо реконструируется именно межкомнатные перегородки. Ну, то есть это достаточно тонкая стена, которая никак не влияет на общую конструкцию дома. Но она была и нет ее. Но, опять-таки, зачем же нам нужно это согласовывать, да? У вас возникнет вопрос, ну, подумайте, там, ну, словно картонные стены, да, переставили местами. Ну, здесь все немножко гораздо сложнее. Дело в том, что каждая квартира по плану БТИ имеет свой определенный метраж. И в этом метраже записано, как сколько квадратных метров площади жилой и, соответственно, нежилой. И любое видоизменение площадей, во-первых, влияет на техническую характеристику самой квартиры, опять-таки, на квартплату и прочее, прочее. Поэтому вот здесь тоже важно, потому что, может быть, надо будет проиндексировать и пересмотреть вот соотношение жилой и подсобной площади. Ну, а сложная перепланировка – это перепланировка, когда начинают прорубаться всевозможные ниши и проемы в несущих конструкциях. Да, вот когда задевается несущая конструкция, тогда уже здесь, естественно, присутствуют очень-очень сложные работы. И, по большому счету, вы должны пригласить специальную комиссию, оплатить ее. А эта комиссия должна произвести ревизию тех несущих перегородок и вообще общего состояния дома, подъезда, в котором вы живете, чтобы дать техническое заключение. Возможно, такие работы в доме или нет. Например, если дом ветхий, то не всякое можно сделать, как вы понимаете. Ну, вообще, еще раз хотелось бы отметить, что заключение о возможности либо невозможности перепланировки вам выдают МОЗ, жил, инспекция вашего округа либо региона. Для того, чтобы оформить перепланировку надлежащим образом, на самом деле, вам нужно собрать весьма много документов. И список их очень-очень велик, и, между прочим, он может, ну, скажем, варьироваться в зависимости от даже региона проживания, либо от требований. Есть, конечно, какой-то определенный, но пусть вас не удивляет, что с вас будут требовать еще и еще больше заключений. Ну, во-первых, это и положительное заключение Роспотребнадзора, СЭС, выписка из домовой книги, положительное заключение МЧС России, положительное заключение пожарной службы, согласование с балансосодержательным помещением. Это либо с ДЭС, либо с ТСО. Ну, в общем-то, там с вас потребуют и согласие всех совершеннолетних прописанных жильцов этой квартиры. Иногда даже с вас могут потребовать согласие владельцев соседних помещений, то есть, соответственно, ваших соседей. Или вас обяжут приобрести действительно страховой полис, который будет страховать от рисков причинения вреда примыкающим с соседним помещением. Ну, вот, как я уже сказала, список этих документов еще и еще пополняется, и я перечислила, естественно, только малую толику этих документов. Так что, ну, в принципе, тут надо еще определенным образом подумать, прежде чем приступать к перепланировке. Ну, давайте мы сейчас с вами четко разграничим то, те работы, на которые нужно брать разрешение, те работы, на которые разрешение брать не нужно, ну и так далее. Итак, начнем с того, работы, на которые согласование не требуется. И вот, между прочим, здесь пункт изменен в новом законодательстве, и вот теперь стало возможным без всяких согласований разбирать встроенную мебель, шкафы и антресоли. Вот раньше этого, к сожалению, было делать нельзя до 2005 года. И даже если вы были владельцем квартиры, где был какой-то встроенный шкаф, и он вам совершенно не был нужен, вам бы все равно погнали бы, попросили пройти в мозговую инспекцию и там получить разрешение на снос шкафа из ДСП. Сейчас вы можете совершенно свободно как убирать эти шкафы, так и делать тоже антресоль. Пожалуйста, это ваше свободное право. Ну, также косметический ремонт помещений, понятное дело, что можно делать без согласования. А также простая замена инженерного оборудования, схожим инженерным оборудованием. Но под инженерным оборудованием имеется в виду вся сантехника, это и газовые стояки, ну, в смысле газовые колонки, и плиты, и газовые электрические, и, в общем-то, все-все-все, а также радиаторы центрального отопления. Единственное, что технические характеристики должны быть сходные с тем, что у вас стояло здесь раньше. Вот иногда случалось, ну, в общем-то, даже и случается, что в достаточно старые дома ставятся новые современные ванны с очень большим водоизмещением. И вот не всегда, между прочим, перекрытия выдерживают такую ванну, потому что у нас все-таки рассчитана ванна среднестатистическая на 280-300 литров, а иногда ванны будут гораздо большие, и нередки, на самом деле, случаи провала этих ванн на нижний этаж. Так что, вот видите, существуют какие определенные казусы могут случиться. Следующее, о чем мы поговорим, это те работы, на которые нужно брать разрешение, но которые, в принципе, разрешены. Во-первых, это расширять жилое пространство за счет коридора. Также объединение кухни с комнатой. Ну, вот, например, объединение кухни с комнатой тоже имеет свои подводные камни, потому что если у вас однокомнатная квартира, а кухня оснащена газовой плитой, то тогда вам не разрешат объединять все это в одно жилое помещение, потому что по нормам санитарным этого делать нельзя. То есть, по идее, вам тогда нужно поставить электрическую плиту на кухню, убрать газ, и тогда вот вам разрешат уже сделать одно большое помещение. Правда, если у вас двухкомнатная квартира, то вы можете объединять это все в любом случае. Но можно также расширять санузлы за счет коридоров и подсобных помещений, прорубать дверные новые проемы и арки как в межкомнатных перегородках, так и в несущих конструкциях также. В общем-то, можно даже изменять систему водоснабжения и газофикации, но только вы это будете делать, естественно, не самостоятельно, а вам это будет делать компания, имеющая на это специальную лицензию. Также вы можете и в определенной степени менять перепланировку, если вы, скажем, передвигаете те либо иные межкомнатные перегородки, увеличивая или уменьшая одну из площадей комнат. Но в любом случае, все равно, надеюсь, требуется согласование, потому что вы, может быть, сделаете слишком маленькие комнаты, и у вас будет маленькое жилое помещение, и слишком большое подсобное, таким образом, квартира может быть отнесена к категории, непригодной для жилья. А вот это уже делать запрещено. Но также вот есть такой очень маленький подпунктик, которым, в принципе, комиссия может воспользоваться при желании. Дело в том, что остекление балконов и лоджи тоже требует письменного согласования МОЗ, жилы, инспекции. Безусловно, я думаю, что мало у кого оно есть. Но в современных домах лоджии и балконы уже застеклены, но хотя, впрочем, здесь тоже вот это в пункте есть такая оговорка. Что запрещается делать? Давайте мы поговорим лучше о запретительных мерах, то есть то, на что вам не выдадут разрешения ни в коем случае. Итак, запрещается размещать жилые помещения в сокольных и подвальных помещениях. Запрещается делать перепланировку, в результате которой у вас получается жилая комната меньше 8 квадратных метров. запрещается планировать комнату, жилую, либо кухню без естественного источника освещения, то есть без окна. Вот видите, какие нормы сейчас уже присутствуют. Надо сказать, что в довоенные годы, например, даже в послевоенные, этого, в общем-то, и не соблюдалось. И, в общем-то, мои, например, родственники послевоенные годы родились, у них была комната без окна. Тогда, вот видите, это было можно даже в городе Москве, такую комнату получить. Следующее, что еще нельзя делать, это демонтировать несущие конструкции, опоры и балки. Размещать радиаторы и отопительные приборы на стену, смежные с комнатой соседей. Или, также еще ни в коем случае нельзя размещать радиаторы и отопительные, радиаторы в первую очередь в застекленных лоджиях и балконах. Демонтировать вентиляционные коллекторы, уменьшать каналы естественной вентиляции, увеличивать подсобную площадь за счет жилой тоже нельзя. Также запрещено затруднять доступ к инженерным коммуникациям и к отключающим устройствам. То есть, опять-таки, иногда при современном ремонте, скажем, стояки с горячей, холодной водой, они достаточно плотно замуровываются, я бы даже так сказала. И там не остается доступа к отключающим устройствам. В принципе, это запрещено законодательством Российской Федерации. Но также нельзя устанавливать регулирующее и отключающее устройство на общедомовых инженерных сетях. Увеличивать нагрузки на несущие конструкции сверхдопустимых по проекту, но, опять-таки, какой же максимальная нагрузка по проекту вам должна рассчитать своеобразная комиссия. Ну, наконец, находится под запретом перепланировка целой, для которого является изменение в определенном образе фасада здания. Ну, здесь, правда, иногда дают разрешение, если человек замуровывает окна на своей квартире, то есть он не просто их закрывает, но и закладывает там кирпичами или какими-то другими строительными материалами. В общем-то, даже сегодня, если ваши окна выходят не на генеральный фасад здания, то, в принципе, даже иногда возможно вот такое видоизменение. Хотя, конечно, фасадные работы даются значительно сложнее, чем внутренние интерьерные. Ну, и теперь давайте мы в заключении поговорим об ответственности за выполнение перепланировки без надлежащей разрешительной документации. Безусловно, нам, верно, многие из вас слышали, что там от своих друзей или каких-то там дальних знакомых, ну и что там, скажем, мы сделали перепланировку, ничего там не случилось, и ничего не рухнуло, и живем мы себе прекрасно. Ну да, безусловно, конечно, вы вольны делать все, что угодно, но все-таки давайте мы озвучим то, что может последовать за этим. Самая такая болезненная, наверное, точка преткновения может возникнуть, если вы когда-нибудь захотите эту квартиру продать или обменять. Дело в том, что сейчас современные нормы как раз жилищного кодекса Российской Федерации очень четко следят, и вот незаконная перепланировка стопроцентно выявится на моменте перепродажи квартиры. И тогда в любом случае, во-первых, ваша квартира, если она будет продаваться без разрешительных документов, она будет очень и очень сильно падать в цене, потому что по большому счету следующего владельца этой квартиры обяжут произвести реконструктивную работу, то, чтобы вернуть к квартире прежний вид, или он должен будет бегать и согласовывать вашу перепланировку. Ну, то есть, соответственно, да, за дорого вы эту квартиру уже не продадите. Или даже попросту могут и на вас в том числе наложить определенные санкции. Итак, какие же санкции? Ну, во-первых, штрафы. Ну, безусловно, самый маленький штраф – это 9 тысяч рублей. Сумма, ну, не очень большая. Ну, а 9 до 100 тысяч рублей возможен штраф за несанкционированную перепланировку. Штраф оформляет жилищная инспекция. В любом случае, даже после уплаты штрафа, все равно владельцу квартиры придется таки получать разрешительные документы с задним числом на эту самую перепланировку. Причем эти документы как с задним числом, так и когда вы идете, скажем, правильно делать, все регламентированно. Все вот эти, сбор всех документов, согласование занимает от двух до трех месяцев. Если, скажем, вы сделали что-то такое, на что не может быть выдано разрешение соответствующими органами, то тогда владельцы квартиры обязывают в течение двух месяцев произвести демонтаж и привести квартиру в, собственно говоря, в первоначальное свое состояние. Но существует еще самая такая грозная, наверное, кара. Я, правда, не слышала, чтобы она вот прямо так применялась, но все-таки о существовании этого пункта в законодательстве Российской Федерации, наверное, стоит знать. Дело в том, что если в течение двух-трех месяцев после надлежащих заявлений владелец квартиры не получил разрешение или не реконструировал квартиру до первоначального состояния, то, в принципе, МОЗ жилой инспекции может подать заявление в суд. И по судебному приговору квартира должна будет быть продана с торгов. Действительно, это официально написано в ЖК РФ, что в случае незаконной перепланировки и невозможности приведения в надлежащее состояние квартиры, даже если она является собственностью человека, а не договор социального найма, она все равно будет продана с торгов. Но, правда, единственное, что владельцы квартиры возвращают ту сумму, которая остается после работ, проведенных по обратной перепланировке квартиры. Ну, безусловно, это, наверное, такое слишком строгое, да, в общем-то, наказание. Но, с другой стороны, очень чисты достаточно бывают случаи, когда в случае несанкционированной перепланировки наносятся достаточно большой урон не только в своей квартире, но, в первую очередь, соседям. Это и нарушение гидроизоляции, это и нарушение шумоизоляции, потому что большинство владельцев квартиры, иногда привлекая неквалифицированную рабочую силу, а, в общем-то, так с виду, да, получается все красиво. И пол уложили хорошо, и обои вроде бы ровно покрасили. Но, в общем-то, существует определенная закономерность выполнения тех же самых ремонтных и реконструктивных работ, и в ходе неквалифицированного ремонта это все нарушается. И, по большому счету, вы должны учитывать, что если по ходу вашего ремонта вы принесете, скажем, большие неудобства или большой вред соседям, то, естественно, и они могут обращаться в МОД с жилой инспекцией, вызывать проверки на квартиру, ну и требовать уже удовлетворения каких-то своих просьб и нужд. Поэтому иногда такое рассуждение владельцев квартир, что это моя собственность, я туда никого не пущу, никто это не увидит, в общем-то, оно не всегда обоснованно, потому что даже соседи, если они, ну скажем, не будут уверены в законности ваших перепланировок, они вполне возьмут их право вызвать комиссию и все это проверить. Ну, плюс к тому, даже вот иногда бывают такие случаи, и даже обрушение каких-то конструкций, трещин зданий проходит особенно. Вот это надо внимательно к этому подходить. В старых домах, где присутствуют, например, деревянные перекрытия. Безусловно, не все старые дома ветхие, я ни в коем случае не хочу это так сказать, а что все новые, да, там очень хорошие. Безусловно, у каждой конструкции дома есть свои плюсы и минусы. И вот только по очень внимательному изучению этой конструкции дома уже конкретно вы можете решить, что вам необходимо делать и, соответственно, нужно ли вам это. Может быть, вам показалось, что согласовывать перепланировку достаточно сложное дело. И, может быть, не стоит на нее и решаться. Но, в общем-то, если вы делаете достаточно простую перепланировку, то есть перепланировку по эскизу, то, я вас уверяю, достаточно просто. В общем-то, вам дадут на это согласие. Но, конечно, время будет, определенное ваше телодвижение. Вам придется совершить это и ходить в инспекцию, собирать какие-то определенные документы. Но, в общем-то, конечно, если квартира вам дорогая, вы собираетесь в ней прожить достаточно большой период времени, то есть не менять ее, не продавать, то все-таки, наверное, можно когда-нибудь собраться так с духом и, соответственно, подумать и перепланировать. При этом не обязательно пугаться сложности этих действий и приглашать дорогостоящих специалистов. В общем-то, согласование по эскизу может выполнить и сам владелец квартиры. Совсем не обязательно на это тратить очень какие-то большие деньги. Вот этой лекции, я думаю, мы подвели с вами определенную черту, определенный итог всему нашему, пусть и небольшому, но циклу, посвященному дизайну интерьера, основным его принципам. Я надеюсь, что после этого вам стало немножко более понятно и, по крайней мере, мои лекции вдохновили вас на какой-то определенный ремонт либо изменение внешнего вида своей квартиры. Ну, на сегодня тогда время нашей лекции стекло. До свидания.